Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, я хочу показать наш небольшой опыт в проведении различных вариантов ревизионных операций у больных после эндопротезирования. Как видно на диаграмме, за последнее время количество эндопротезирования постоянно растет. Растет оно за счет появления новых вариантов эндопротезов, которые более удобно и качественно использовать. Это модульные эндопротезы, ну и плюс за счет улучшения финансирования. Но параллельно вместе с количеством протезирований растет и количество ревизионных операций. Значит, за последние 12 лет всего у нас было выполнено протезирование 394 пациентам и у 56 пациентов различных выполнялись ревизионные операции. Правда, здесь как бы не совсем корректно давать процент, потому что многие из этих пациентов были оперированы до этих сроков или в других лечебных учреждениях. На первом месте, ну как обычно, эндопротезы проксимального отдела бедренной кости, второе место занимает дистальное бедро и на третьем месте эндопротезы проксимального отдела плечевой кости. Данная таблица, ну она уже сегодня была представлена, это классификация по различным вариантам нестабильности эндопротезов и аллографтов, взятая из ИСОЛС, представлена была на ИСОЛС 2013 года. Условно, в принципе, все варианты, требующие ревизионных операций, можно разделить на два варианта. Это вариант больных, у которых есть какой-то септический компонент, когда нам приходится бороться с воспалением и нестабильностью, и вариант, когда септического компонента нет, и мы имеем только нестабильность системы за счет различных причин. В данном случае это возрастная больная, оперирована была по поводу хондросаркомы, через 6 месяцев у нее были выявлены свищи в области стояния эндопротеза, и на рентгенограммах видно, что при фистулографии есть затек контраста в области эндопротеза. Учитывая достаточно относительный функциональный результат после операции, плечевой сустав у нее практически был неактивный, работала кисть и предплечье, мы приняли решение удалить этот эндопротез и оставить просто свободную плечевую кость. После операции рана зажила, инфекционных осложнений выявлено не было, больная удовлетворительно пользовалась и локтевым, и кистью, но в другом лечебном учреждении было принято решение о ревизии данной зоны и установке нового эндопротеза. К сожалению, этот эндопротез также нагноился и был удален тоже через 6 месяцев после вторичного протезирования. Еще один клинический случай, в данном случае это больной, который был оперирован также не в нашем лечебном учреждении, выполнялась резекция по поводу остеогенной саркомы, и к нам он поступил с выраженным инфекционным компонентом, то есть в области стояния эндопротеза были множественные свищи, и вторая проблема, которая была, это значительный дефицит мягких тканей, то есть протез располагался практически под кожей. И в принципе вариантом лечения у него была ампутация, но мы решили попробовать ему выполнить ротационную пластику, как это называется в иностранной литературе, или операцию Ванесса. В данном случае была резекцирована вся пораженная область, и голень была срощена с бедром таким образом, что голеностопный сустав находился примерно на уровне коленного сустава. В послеоперационном периоде было выполнено индивидуальное протезирование, больной удовлетворительно пользовался конечностей, и даже некая функция в области коленного сустава у него была. Еще один вариант, об этом уже говорилось и будет говориться, новый достаточно для нашей страны, скажем так, вариант эндопротезов, эндопротезы, которые замещают тазобедренный сустав после межподвздошно-брюшных резекций. Вариант достаточно хороший, потому что улучшает реабилитационные показатели пациента, но в то же время за счет сложности, анатомической сложности зоны и, скажем так, достаточно плохого заживления в этой зоне, достаточно часто инфицируется. В данном случае мы имеем инфицирование в ближайшие сроки после операции в течение трех месяцев, учитывая избыточный вес больного, сахарный диабет и, скажем так, невысокую активность пациента, было принято решение просто удалить эндопротез и перевести в классическую межподвздошно-брюшную резекцию с формированием неоартроза в области бедра и крыла подвздошной кости. Вторая часть больных, требующих выполнение ревизионных операций, это асептические нестабильности. В данном случае у проксимального отдела бедренной кости основным осложнением было это нестабильность в области вертлужного компонента. На момент, когда мы применяли 28-е головки, мы пробовали много разных вариантов. Это были и снаповские чашки, защелкивающиеся, и липиновские чашки с фиксирующим кольцом. К сожалению, это полностью не убирало проблему. Протезы вывихивались. В большинстве случаев нам удавалось вправить их закрытым способом, но в некоторых случаях требовалось и ревизионной операции. После перехода на большие головы, то есть либо на биполярные протезы, либо на протезы с двойной мобильностью, эта проблема практически была решена. И вот за последние 5 лет у нас фактически был только один вывих таких эндопротезов. Еще одна проблема, при которой приходится выполнять ревизионные операции, это рецидивирование, прогрессирование процесса. В данном случае мы видим прогрессирование в области проксимального отдела бедра, в области стояния ножки. Это метастаз рака почки. Для метастаз солитарной и было принято решение о выполнении ревизионной операции с установкой тотального эндопротеза. То есть в данном случае удалена полностью бедренная кость с эндопротезом и рецидивом. Рентгенограммы после операции и функциональный результат через год после операции. Звук уберите, пожалуйста. Еще один вариант – это нестабильность, связанная с нестабильностью одной из ножек эндопротезов. В данном случае использование модульных конструкций позволяет не заменять всю конструкцию, а заменять только части конструкции. В данном случае нестабильность проксимальной ножки эндопротеза, установленной на цемент, была вскрыта полость эндопротеза и заменена только проксимальная ножка с удалением из канала костного цемента. Ножка установлена от ревизионной системы, она совместима с этими системами и это дало хороший функциональный результат. Рана зажила быстро, больной ходит без дополнительной опоры. Еще один вариант – это большая проблема, потому что мы имеем нестабильность двух компонентов. С одной стороны, после многих операций мы имеем ножку, фактически фиксированную циркляжными швами на поверхности кости и нестабильность вертложного компонента. Было принято решение о ревизионной операции, удалены все прожженные ткани, выполнена пластика, комбинированная с помощью аллокости, кольца и цемента вертложного компонента и удалены все прожженные ткани в проксимальном отделе бедра. Это дало хороший функциональный результат, и больной ходит через два месяца без дополнительной опоры. Достаточно большой проблемой являются переломы старых конструкций. В данном случае мы видим классический протез Константина Митрофановича Севаша. Протез простоял долго, служил хорошо, но произошел перелом в области соединения компонентов. Это потребовало ревизии, протез был удален, виден выраженный металлоз, плюс установленная ножка не позволила заместить дистальный конец бедра. Пришлось по этому поводу дополнительно резерцировать и часть бедренной кости. Рано был установлен эндопротез, модульный эндопротез, и после операции хороший и рентгенологический, и функциональный результат. Больная ходит без дополнительной опоры. Пошли. Идите, идите, идите ко мне. Разворачиваемся. Демократия. Перестань ты здесь в поле. Это относилось к персоналу. Ну и на втором, то есть полная опорность, конечность. Колени опустить. Теперь назад не так можно. Хорошо. А на больной можете постоять? Все, хорошо. Ну, к сожалению, звук убрать не удалось. Но нога полностью опорна, то есть она опорна даже при стоянии на ней. Еще одна проблема с, скажем так, с переломами конструкции. В данном случае мы имеем установленный диафизарный протез и перелом конструкции. Учитывая хороший результат онкологический и локализацию поражения, было принято решение о замещении конструкции малоберцовой костью, что и было сделано. Фиксация в аппарате наружной фиксации, была пересажена малоберцовая кость, которая со временем гипертрофировалась. И мы имеем также очень хороший функциональный результат. Таким образом, осложнения, возникающие после онкологического протезирования суставов, значительно ухудшают качество жизни пациента. Выполнение ревизионных операций с использованием модульных конструкций позволяет уменьшить объем операций и восстановить функцию конечность. Использование альтернативных методик замещения дефекта позволяет не только избавить больного от признаков нестабильности протеза, но и в значительной мере восстановить функцию конечности. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Юрьевич. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Михаил Юрьевич, спасибо. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот там, где вы меняли ножку на более длинную, использовано при ревизионных протезировании цементной или без цементной фиксации? Первично была цементная, после этого нам любезно был предоставлен аппарат, который позволял удалять костный цемент из канала, так называемый Оскар. Цемент был полностью удален и ревизионная ножка установлена без цементной. Она коническая, длинная. Еще вопросы? Спасибо, Михаил Юрьевич. Спасибо.